Привет, это Дима. Телевизор в тюрьме работает практически круглосуточно. В одних камерах контроль над пультом достается ценителям отечественной пропаганды, в других побеждают любители индийских сериалов, в третьих по кругу слушают топ-чартов Муз-ТВ. Но есть и то, что смотрят всей тюрьмой. Новости криминальной хроники и матчи чемпионатов мира по футболу. Поскольку последние бывают гораздо реже, о них и пойдет речь. Начало чемпионата я застал на спецблоке. Тихая и размеренная, почти санаторная атмосфера этого корпуса тюрьмы была нарушена четырьмя ежедневными матчами группового этапа. Через стену от нас жили иностранные граждане. Так что мы имели возможность слушать возгласы болельщиков на разных языках и даже исполнение гимна одной из стран-участниц на весь коридор. Сегодня ночью проверка будет, выключайте телевизор. Да-да, старшой, только футбол досмотрим и сразу выключим. Проверка, говорю. Да вы же и сами смотрите. Ладно, но только до конца матча. Ближе к кульминации чемпионата я переехал в большой шумный общий корпус, чтобы совсем приблизиться к атмосфере стадиона. И воскресенье, впрочем, вы и сами все видели. Не зря купили билеты, достойный финал, смеялись мы подгул после ударов на серии пенальти. За последним ударом по воротам по всем этажам покатилась волна отбивок в двери. Да, событий за этими стенами происходят немного. Одни похожи один на другой, поэтому каждый праздник отмечают с размахом. На носу Новый год не ждем, а готовимся. 19 декабря 2022 года, Москва, Водник.